По данным на 15 марта текущего года в мире от коронавируса за минувшие сутки умерло 456 человек, из них 32 в России. Для сравнения, в 2020 году было почти 6000 летальных исходов. Впервые с начала пандемии COVID-19, объявленный ВОЗ три года назад, заговорили не только о снижении смертности. Глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия почти закончилась. Я уверен, в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающую международную озабоченность. Чтобы не повторить циклы паники и преднебрежения, стоит извлечь из пандемии три урока – важность общественного здравоохранения, науки и сотрудничества. Специалисты говорят, снижению летальности способствовало то, что, во-первых, COVID-19 научились лечить, а во-вторых, все по типу мутировавшего вируса поражают в основном верхние дыхательные пути, поэтому не обладают высокой летальностью. Несмотря на улучшение обстановки, в России не спешат объявлять пандемию законченной. Министр здравоохранения Михаил Мурашко и главный санитарный врач страны, Анна Попова, продлили все ограничительные профилактические и противоэпидемические меры до 1 января 2024 года. Произошло естественное проэпидемичивание населения. У нас, например, в любом случае сейчас мы тоже наблюдаем, что количество случаев у нас снижается. Все-таки это уже хорошо положительный момент. За прошлые 630 случаев было зарегистрировано коронавирусом, то за прошлые уже 438, то есть снижение на 27%. Тоже, например, в основном болеют взрослые, там старше 30 лет, да. Но у всех заболевания протекает, то есть в основном, не требующие госпитализации, да, протекает в виде ОРВИ. С приходом весны в Мордовии выросла детская заболеваемость гриппом и ОРВИ на 30%. На минувшей неделе в двух школах на карантин закрыли 5 классов. Поэтому все вот эти ограничительные меры, то есть ношение масок в местах общего пользования, то есть массовое скопление людей в общественном транспорте, там, в магазинах, торговых центрах маски носить, руки обрабатывать, да, и, то есть противовирусные препараты по рекомендации врача с профилактической целью, например, если контакт был с заболевшим, обязательно применять, одеваться по погоде. Алена Москалева, Павел Толобаев, Наш Новости.